К другим темам Беркакитский железнодорожный узел будет модернизирован. На сегодня через эти пути в Якутию доставляют важные грузы для жизнеобеспечения населения республики. Из Нерингринского района передает наш корреспондент Надежда Акимова. Миллионы тонн угля переводятся с железнодорожного узла в другие регионы. Полторы тысячи работников Беркакитской станции несут свой ежедневный пост по своевременной доставке груза заказчикам. Мы обрабатываем в среднем 14 поездов в смену. То есть у нас 8 поездов приходят с тынды, 6-7, 8 также отправляются на тынду. Погрузка на данный момент в среднем 400 вагонов. Там уже полагается сколько поездов уходит у нас на угольную. Также, соответственно, возвращается с угольной и уходит на тынду. Сегодня на Беркакитском железнодорожном узле отгружают и отправляют более 14 миллионов тонн угля в год. Как компания Якутуголь, так и компания Колмар. На ближайшую перспективу компания Колмар планирует увеличить добычу и отгрузку до 20 миллионов в год. А это примерно через железнодорожный узел с учетом сырья Якутугля. 28 миллионов тонн в год будут отправлены в другие регионы и в страны-партнеры. И, конечно же, мы должны готовиться к этим увеличениям объема. Прежде всего, если они планируют до 20 миллионов перевозок плюс 8 миллионов 9 якутуголь, то это, конечно же, серьезные объемы, серьезные намерения. Об этих перспективах два года назад говорил глава республики Егор Борисов. Не раз данная тема поднималась при встрече с федеральной властью. И благодаря конструктивному разговору двух уровней власти в этом году принята программа по модернизации Беркакитского железнодорожного узла за счет федерального бюджета. Часть денег уже поступила и в скором времени железнодорожники приступят к удлинению путей реконструкции депо. На участках, где есть возможность построить вторые пути, построить их, ну, это то, что мы планируем, так сказать, на эту перспективу. Также планируется строительство локомотивного депо-оборотного в Беркаките, которому сегодня проводят, то есть готовят проект. Этой перспективы станция Беркакит ждала многие годы. И благодаря проектам, которые воплощаются на территории Южной Якутии, предприятия района, в том числе и станция Беркакит, обретают былую значимость и расширяют свои возможности. Надежда Акимова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.